Девушки отдыхают 14 апреля 1984 года. Открывается 14-й чемпионат Европы по настольному теннису. 25 стран прислали своих участников в грады, другие намерены доказать, что они не хуже. В последний раз в Москве чемпионат Европы состоялся в 1970 году. У советских спортсменов связаны с ним приятные воспоминания. Четыре золотые медали. Тогда героиней чемпионата стала Зоя Руднова. Как будет на этот раз? Мы еще не знаем, что для фаворита чемпионата шведа Вальднера золото так и не засверкает. А престиж Швеции... Мы еще не знаем, какая большая радость ожидает Андрея Мазунова. И какое разочарование Анжио Груббу. Дрозд, игре не помеха. Раздает автографы Валентина Попова. Она фаворит. Но что скажут соперницы? И прежде всего подруга по камнению дошла до финала сборная СССР. Ее соперник – команда Югославии. Попова встречается с Перкучино. Класс Валентины, несомненно, выше. Она приносит советской сборной первую победу. Один шаг – надо выиграть парную встречу. Как долго тянется время. И вот он, миг победы. Наши девушки вернули себе звание чемпионов Европы, уверенно доказав, что им нет равных на континенте. Сначала золотые медали разыграли смешанные пары. Здесь не было равных Поповой и Секретену. Для Секретена это была вторая золотая медаль, которая подвела итог его выступлению на чемпионате. А Валентина продолжала восхождение ко всему золоту Европы. В полуфинале женского турнира она встретилась с венгеркой Сабо. Встретилась и победила, как всегда, спокойно и уверенно. Совсем немного не хватило ему до выхода в финал. Но одно то, что он на равны сражался с будущим чемпионом Европы для парного игрока качественным. Время финалов. В изнуряющейся вязкой игре Попова побеждает Булатов. Соперницы досконально изучили манеру игры друг друга. В первой партии защита Булатовой оказалась надежнее атаки Попову. И тогда Валентина изменила тактику, изменила своей игре во имя победы. Кто знает, чего ей это стоило. Четыре золотые медали, а еще одну она завоевала в паре с Антонян, это настоящий спортивный подвиг. Браво, Валентина! Каждый к нам в школу пришел тренер Юрий Владимирович Апарин. Он делал набор для настольного тенниса. Подняли руки все. Но на следующий день почему-то пришла только я одна. И, конечно, тренер вынужден был заниматься целой частью со мной. И буквально за один день мы прошли то, что обычно многие дети проходят, наверное, за неделю, за две. Он это очень удивился. И с того времени, в принципе, у нас началась работа. Успехи у меня пошли довольно быстро, на удивление. Через месяц я уже играла чемпионат города, заняла второе место. Через год я уже участвовала в чемпионате республики. Ну, как-то все очень легко получалось. Но, конечно, на самом деле не было аж так легко. Потому что через два года я играла чемпионат страны среди взрослых. И там я выиграла всего лишь одну встречу. И когда я вернулась, я прочитала в газете о том, что таких игроков, неподготовленных, очень рано возить на такие крупные соревнования. И тем более таких неготовых, неподготовленных. Я, конечно, очень обиделась и бросила играть. Но через месяц Трия пришел снова, начал уговаривать, просить родителей. Я снова вернулась. И вернулась, и уже, конечно, тренировалась гораздо более ответственно, более серьезно. И вот, что самое главное, через четыре года в этом же городе, это был город Варшавовград, в этом же городе я играла чемпионат страны и выиграла его. 78-й год, да? Это 76-й год. Ну, потом были, конечно, очень многие соревнования, мне приходилось летать, разъезжать. И моим родителям это очень не нравилось. И мама сказала, ты знаешь, я не хочу, чтобы ты продолжала этот спорт. Давай заканчивай. Я согласилась, потому что я очень любила учиться, я с удовольствием ходила в школу, и я видела себя, честно говоря, в другом плане. Мне хотелось быть врачом. И я снова просила теннис. Но снова пришел тренер. Конечно, все это, видимо, то, что я продолжила свою спорт карьеру, все это, конечно, благодаря моему тренеру. Ирина Ильича Апарина, он стал снова молять родителей, говорить, что у меня есть способности, у меня есть талант, и мне просто надо снова продолжить. И я снова согласилась. И так постепенно, постепенно пришла к другим успехам, к более высоким. А можно перекислить все успехи? Все, ну хотя бы основные. Ну, наверное, я считаю, что самый большой успех, это самый такой для меня значимый, это, конечно, абсолютно чемпионка страны, Европы в 1984 году. Это для меня, конечно, самое большое событие спортивно. Хотя мы были и третьими на чемпионате мира в команде, я была шестой на Олимпийских играх, я была чемпионкой Европы и раньше, в 80-м, в одиночном. Но вот именно в 84-м году мне хотелось дома выиграть, очень хотелось дома. И вот когда это получилось, я считаю, что это, наверное, самый большой успех в моей жизни. А что вот из самых ярких побед, вот, запомнилось? Самые яркие, ну, какие-то вот памятные такие матчи, встречи? Матчи было столько много. Ну, наверное, наверное, именно финальный матч с Люрой Булатовой, наверное, это самый драматичный. Наверное, самый драматичный, потому что я в Люре проигрывала, я в последнее время никогда не выигрывала. И практически у меня было никаких шансов, никаких. И я это понимала в игре, и, может быть, поэтому мне было легче играть, потому что я знала, что шансов у меня меньше, на выигрыш я не претендую. И, может быть, я играла спокойнее. И, может быть, поэтому удалось выиграть. Мне, конечно, мне помогли и тренер с тактикой, мне подсказывали многие игроки. И, ну, самое главное, наверное, то, что я играла раскованно, свободно. Я, в общем-то, не верила в победу, если так можно сказать. Поверила только, когда выиграла. Неужели я смогла выиграть цифлюры? Конечно, у каждого спортсмена должны быть и способности. Но я считаю, что самое главное – это трудолюбие и дисциплина, скорее всего. Трудолюбие и дисциплина – это, наверное, самое главное. Хорошо.